Всем здравствуйте! Да, спасибо. Спродюсируем свет. Как-то вот так. Нет, не слишком темно, слишком. Все просто заснут. Ну вот так как-нибудь, ладно? Чтобы не слишком была интимная у нас атмосфера. Да, ну так вот, значит, относительно обоих моих опасений, что это достаточно маргинальный курс и что это не всем известно, скажите сразу всем, кого увидите, что, во-первых, у нас сегодня будет такая не очень вводная лекция. То есть сегодня у нас не будет домашних заданий практических за исключением поставить собственный эмулятор, с которым мы будем работать большую часть семестра. Вот, и это всегда можно сделать. А во-вторых, я, значит, напоминаю, если кто не знает, что меня зовут Георгий. Я работаю на факультете довольно давно, но все-таки не так давно, правда, Александр Николаевич. И читаю спецкурсы по Linux-системам и с некоторого времени по питончику. Именно в этом семестре спецкурсов по Linux у нас не будет, но зато будет что-то вроде про семинар, а форма пока не определена. Видимо, мы будем встречаться по вторникам, это была наша реклама. Так что следите за руками. В этом смысле я хочу вместо лекции устроить такие сборища, где кто угодно докладывает о чем-нибудь интересном, потому что мне хочется, чтобы было интересно. Это где-то будет во вторник, в какое-то такое время, примерно вот сейчас. И внезапно у меня пришла в голову мысль прочесть спецкурс, который в известной мере повторяет курс второго семестра первого года обучения, который называется «Архитруктура ЭВМ и языка Семера». Вот. Пришло это мне в голову по двум причинам. Причина первая. У нас, как мне кажется, состояние того, что читается на курсе «Архитруктура ЭВМ и языка Семера», такое немножко странное. С одной стороны, рассказывают людям про архитруктуру ЭВМ, а с другой стороны, рассказывают про какой-то язык ассемблера. И такое ощущение, что одно с другим слабо связано. Потому что для того, чтобы программировать на современном ассемблере, нужно довольно много, знаете, всяких хитростей, связанных с этим ассемблером. А если их не знать, их надо заранее сделать. То есть взять и написать много-много макрокоманд, и потом работать с этим макрокомандным смыслом в этом мне не очевиден. Вот. Я-то вообще всегда читал, что курс называется «Архитруктура ЭВМ и язык ассемблера». То есть идея состоит в том, чтобы ассемблером ирюстрировать какое-то общее понятие архитектуры. Вот. И примерно так я строил свои лекции, которые я читал для севастопольского филиала. Первое, что мне пришло в голову, что ассемблер и система команд архитектуры IBM-PC подобного компьютера, что 16-разрядного, который был два года назад или три, что 32-разрядного, что 64-разрядного, архитектура системы команд IBM-PC, там, x86-64, очень сложная для понимания. Она, конечно, сама по себе интересна изучать с точки зрения, вот как тут только что была лекция, истории выслительной техники. Но для того, чтобы понять, как, собственно, устроена архитектура, это мне показалось довольно сложным. И мы вот с присутствующим здесь Михаилом года два, наверное, провели в разговорах относительно того, на базе какой же архитектуры надо в действительности рассказывать про то, как устроен компьютер. Вот. У нас было две, собственно, мысли, ну, три. Мысль первая – это написать свой собственный эмулятор, который бы эмулировал всё, что есть в архитектуре IBM. Но, как вы понимаете, это довольно сложно. Вот. Мысль вторая была взять какую-нибудь архитектуру, в которой всё прям вот очень-очень-очень аккуратно сделано для людей. В течение, значит, развития выслительной техники, возможно, вам про это ещё расскажут, ну, вот в тех лекциях, которые были только что, в течение развития выслительной техники был момент, когда система команд создалась для того, чтобы на ней писали люди. Вот. Я, в частности, в своё время изучал ассемблер PDP11, который вывезло так, что можно было вообще без языка ассемблера прямо в кодах писать, прямо восьмеричные числа в ячейки засовывать и писать, потому что очень был он гармонично, грамотно разработан, и система команд, именно для того, чтобы программировать на ней. Вот. Но, к сожалению, PDP11 не существует уже много лет как. Как живая архитектура? И третий вариант был найти какую-нибудь другую из имеющихся сейчас живых архитектур, какую-нибудь другую из достаточно простой системной команды, чтобы можно было объяснить всё. а не по командочкам рассказывать. И, с другой стороны, чтобы на ней можно было программировать, чтобы это не воспринималось как что-то из прошлого тысячелетия. И такая архитектура нашлась, вы видели в объявлении. Это архитектура процессоров MIPS. Честно признаюсь, она уже чуть-чуть начинает устаревать на сегодняшний день. Хотя вот китайцы, например, делают на базе MIPS-64 компьютеры по мощности вполне сравнимыми с современными IBM PC. Я с таким работал некоторое время в своей конторе. Но мы будем говорить про MIPS-32 в этом семестре. И, с одной стороны, система команд MIPS-32 и программирование на языке Assembler MIPS-32 не вызывают, как мне кажется, особых затруднений в понимании того, зачем это. А, с другой стороны, эта архитектура достаточно простая и гармоничная, чтобы на базе нее рассказывать, как вообще вся эта выслительная техника обретала те свойства, которые она обрела к сегодняшнему. То есть, общая идея, почему я вообще начал этот разговор, общая идея – это как бы перепрочитать курс архитектуры ОМ языка Assembler, но, как бы это сказать, очистив его от всякого рода легоси, очистив от разговоров про какие-то странности, ограничения, которые присутствуют в архитектуре 32-разрядной Ц-86, очистив его от разговоров про какие-то заоблачные вещи, которые все равно мы на пальцах понять не можем. Ну, например, про виртуализацию я, наверное, рассказывать вам буду, если и буду, то вскользь, потому что показать пальцами, как устроить виртуализацию руками на компьютере, я не смогу, и мы не сможем это сделать. Такие дела. Значит, из этого курса, поскольку все-таки второй семестр читается, второй семестр читается там 4 часа в неделю теории, 4 практики, а у нас всего 2 часа в неделю вообще, да, из этого курса пришлось выкинуть большую часть с учебными машинами, кто учился на первом курсе, помнит такую вещь, вот. А еще кто учился на первом курсе, но не у меня, наверное, помнит вот это ужасное программирование на бумажке, а у нас был эмулятор, который все эти машины эмулировал, можно было писать программу прямо вот, значит, на этих, на языке, вернее, в кодах учебных машин, и дальше отладчик там был, можно было и отлаживать их, вот. Так что, к сожалению, я должен был это выкинуть из нашего курса, просто не влезет. Вот. Кроме того, возможно, придется пожертвовать некоторыми темами из курса аксистуры ЭВН, связанными именно с недостижимыми всякими штуками, ну, например, я не готов чисто на пальцах рассказывать про векторные операции. То есть я могу это сделать, но я думаю, что вам про векторные операции на первом курсе тоже рассказывали. Примерно так же, как это сделаю я. Вот. Вместо этого мы можем попробовать, сейчас ведутся переговоры, подобраться к реальному железу на базе архитуры МИПС-32. Если кто не знает, у нас в факультете открыта лаборатория компании Байкал Электроникс, которая производит российские процессоры с архитектурой МИПС-32, вот. Так что вполне возможно, мы сможем не только работать с эмулятором, но и немножко погонять свои программки на реальном железе. Главная для меня лично проблема состоит в том, чтобы понять, зачем. Потому что я, честно, не очень понимаю, вот, ну, хорошо, если это реальное железо, там, бибикает, светится лампочками, там, не знаю, посылает кому-то смс-ки, а если это просто какой-то удаленный доступ, где вы запускаете ту же самую программу только там, но зато оно будет реальное. Может быть, интересно поизучать системные вызовы, допустим, да, как из Асэндер дёргать системные вызовы, что-нибудь такое. Посмотрим, да. То есть доступ к реальному железу у нас есть, вопрос в том, насколько этот доступ будет актуальным в течение этого года. Такие дела. Значит, это что касаемо, что касаемо наших ближайших планов. Вот. Значит, по большей части мы будем говорить про… Нет, не про RISC-5, к сожалению, не будем. Есть у меня большие планы перейти на RISC-5 в этом курсе, но не раньше, чем появится хороший красивый эмулятор или хороший красивый интерфейс для разработки отладки, примерно такой, с которым мы, собственно, будем работать теперь. Вот. По большей части мы будем работать с штукой, которая называется MARS. Это эмулятор… Эмулятор… Это эмулятор МИПС-32 архитектуры, в котором есть поддержка, ну, разумеется, базовой системы команд линейного… Линейный… Как это… Ну, короче, там нет виртуальной памяти, то есть есть только система линейной адресации, есть работа с внешними устройствами прекрасными, в частности, потому что там есть графический экранчик, на котором можно рисовать что-нибудь графически, а также внешняя клавиатура, внешний монитор, внешняя бибикалка, еще чего-то внешнее. Вот. Есть поддержка кэша, по крайней мере, его можно посмотреть, как работает кэш. И есть минимальная примитивная поддержка branch prediction. Вот это такие вещи, про которые все равно придется говорить в курсе архитектуры ВМ и про которые мы поговорим сейчас. Кроме того, нас ожидают программы на языке Assembler Mips, которые, внимание, мы будем сдавать и диджаж, как в курсе по питону. То есть вот этот эмулятор хорош еще тем, что его можно засунуть в диджаж в качестве интерпретатора, и прямо туда наши программы скидывать, и они будут работать. Вот. То есть фактически у нас будет возможность попрограммировать достаточное количество программ на простом Assembler, чтобы понять вообще, как вот это делать. Так что, если вдруг среди ваших товарищей есть люди, которым чем-то второй семестр первого года не зашел, или они что-то плохо поняли, им показалось, что все страшно, зовите их сюда, у нас не страшно, у нас весело. В частности, сегодняшняя лекция называется вот так. Если вы кто-то не заметил, называется вот так сегодняшняя лекция. А, ничего не видно. Ну, тогда вот так. Как они превратили арифмометр в ИВМ, и почему они так сделали. Вот. Значит, о чем речь, собственно? Почему? Сейчас сколько времени? 21 минут, но еще 40 минут на то, чтобы рассказать, почему они сделали так. Давайте мы вспомним материал первого семестра первого года обучения, а именно, что требуется от формального алгоритмически полного вычислителя. Так, я включу, потому что я хочу написать немножко на доске. Вот. Вот здесь, например. Обратите внимание, Томилин за собой устер. Вот. Вот. Все-таки вот профессора старой школы – это очень круто. Прямо. Да. Тут вот хороший момент. Итак, вопрос ко всем. Что требуется от вычислителя формального для того, чтобы он был алгоритмически полным? Я понимаю, что алгоритмическая полнота – это просто доказательство эквивалентности машине Тюринга, но нет. Я хочу не этот ответ выслушать. Ну, давайте вспоминать. Значит, у нас вводится понятие данные. Да? Это то, что мы будем обрабатывать нашим вычислителем. Возможно, это числа. И вводится понятие операции. И это то, что мы будем делать с этими данными, как мы их будем преобразовывать. Что… Вот. Еще раз повторяю вопрос. Для того, чтобы обеспечить алгоритмическую полноту, что нам нужно уметь? Вот. Вот как устроен первый семестр. Извините. Значит, ну давайте тогда придумаем, раз уж мы не помним. Я тоже не помню. На самом деле, наизусть всего этого. По всей видимости, данные и операции нужно как-то организовать. То есть вот помните, что говорил Томилин? Кто был на предыдущей лекциях, на Томилинской, здесь присутствующих? Никто? Все убежали? Ну и напрасно. Хороший был лекциях, мне понравилось. Вот. Что там вот в машине ИНИАК, программирование осуществлялось втыканием штекеров в регистр. Каждый раз. Так вот, понятное дело, что наша электронно-вычислительная машина, наш интерпретатор, наш вычислитель, в первую очередь, должен эти данные как-то хранить. И операции тоже. Вот. Иначе нам придется делать это вручную. Хранить и... Что-то еще. Ну ладно, храни. Итак, мы храним данные, храним операции. Теперь, для того, чтобы зафиксировать алгоритмы, что с этими операциями мы должны уметь делать? Вот у нас есть место, где все эти операции свалены. Для того, чтобы можно было составить алгоритмы с их помощью, что нужно делать? Определить порядок выполнения операций. Порядок. Это не просто какие-то операции, которые выполняются как-то. Мы должны описать некоторые законы, сообразные которым мы точно всегда можем предсказать, что операция выполнится, и что главный результат их работы всегда будет одинаковый. Помните определение алгоритма? О, мы забыли про определение алгоритма. Это последовательность действий, над некоторым, не помню чем, но над входными данными, приводящая, однозначно приводящая к некоторому результату. Да? Что за конечное время, да. Однозначно приводящая к ожидаемому результату за конечное время. Соответственно, если ваша последовательность действий не приводит к результату, потому что бесконечно длится, это не алгоритм. Соответственно, вот этот порядок выполнения операций над данными, это часть понятия алгоритма. Хорошо, порядок мы зафиксировали какой-то. Ну, например, подряд. Сначала первую команду, потом вторую, потом третью. Этого достаточно для того, чтобы алгоритмически полный был вычислитель? Или нужно что-то еще? Вау. Ну же. Я понимаю, вечер там, спать хочется, но тем не менее. Достаточно ли упорядоченное выполнение команд над данными, чтобы наш вычислитель стал алгоритмически полным? Ветвления должны быть. Вот здесь как раз я попробую, возьму на себя смелость, немножко генерализировать утверждение относительно ветвлений. Должен присутствовать элемент, который называется Data-Driven Execution, или Data-Driven Calculation, если мы имеем в виду вычисления. Вычисления должны различаться в зависимости от свойств данных. Вычисления плюс вычисления, или не так, выполнение операций, выполнение операций, операций, определяемое свойствами данных. Определяемое свойствами данных. Значит, тут принято различать два варианта. Это выполнение или невыполнение. То есть, один раз или ноль раз. Это не деление. Или выполнение итеративное. Выполнять до тех пор, пока данные... До тех пор, пока свойства данных это позволяют. Вот это соответствует понятию условного оператора, а вот это соответствует понятию цикла. Если бы у нас с вами был первый семестр, мы бы вспомнили, допустим, теорию рекурсивных функций. Вот это у нас была бы общая рекурсия. Выполнять нечто до тех пор, пока данные... Пока критерии соответствуют. А вот это я даже не помню, что. Ну, на самом деле, понятно, да? На самом деле, достаточно вот этого второго, если уж... Если уж быть честными, достаточно второго утверждения. Достаточно такого выполнения операции, обусловленного данными, при котором эти операции выполняются до тех пор, пока данные обладают некоторыми свойствами. Понятное дело, что условный оператор это всего лишь цикл на один оборот. Ну, то есть, в свойства данных, например, входит тот факт, что эта операция над ними уже один раз выполнялась. Да, вот вам, пожалуйста. Так что вот. Все на самом деле проще. Тогда здесь напишем итеративные. Итеративные. Вот. Значит, дальше углубляться в это дело не хочу, потому что там... Это материал первого семестра, а не второго. Но на самом деле, это все. Мы должны... А, вот, хранить и еще ссылаться, конечно. Да? Мы не просто храним эти данные. Мы можем обратиться к любой данной или к любой операции, которая где-то хранится, вот там номеру, например. Вот такие задачи нужно решать для того, чтобы построить алгоритмически полный вычислитель. Вот. При этом обратите внимание, что вот в такое определение укладывается все, что мы проходили в первом семестре. И машины Тюринга, и нормальные алгоритмы Маркова, и даже общерекурсивные функции, которые там... Собственно, общий рекурсия – это вот это, да, там, хранение данных производится в том, что, ну, в качестве операнда функции, которую мы обрабатываем, там же есть переменные, вот это и есть хранение данных. Вот. Хранение операций производится в том, что у вас вот эта запись одной большой цепочки функций, которые друг друга вызывают, это и есть хранение операций. Последовательность порядка вычисления в теории общерекурсивных функций – это как эти функции друг друга вызывать. Все очевидно. Такое дерево вызывает. Вот. Значит, Значит, теперь, внимание, вопрос. Как вы думаете, то, что предложил, якобы предложил, тут еще вопрос, предложил или нет, фон Нейман, это наилучшее, единственное решение задачи построения уже реально существующего электронного вычислителя? Или же это такое, ну что ли, частное решение такой задачи? Вот, а давайте вспомним, значит, про фон Нейман это, да? Что нам говорит фон Нейман? Кто помнит принципы фон Неймана? Так, двоичное кодирование, двоичное кодирование. Еще. Хранение команд и данных в одной и той же памяти. Это не совсем неразличимость команд и данных, да? Да, то есть двоичное кодирование. Память для хранения и команд, и данных. Да? Еще. Однородность памяти. Ну вот, да, однородная память. Это примерно то же самое, да? Что такое однородность памяти? Ага, ага. То есть, условно говоря, понятие адресации вводилось в этом докладе фон Неймана? Не помните? Линейность. Ага, однородная линейность, то бишь адресуемая. Однородная. Ну, или, например, NUMA явно нарушает этот принцип, да? Non-unified memory access. Вот, однородная линейная память. Еще. Относительно системы команд там были некоторые утверждения. Если мне не изменяет память, здесь принято включать в принципы фон Неймана жесткое определение того, как выполняются команды. Что у команд есть счетчик, они выполняются друг за другом, а для того, чтобы обеспечить вот это, вводится команда перехода. В зависимости от того, как мы посчитали свойства данных, вводится команда условного перехода. И условный переход, грубо говоря, вперед – это условный оператор, а назад – это цикл. Как-то так. Значит, команды выполняются последовательно. Выполняются последовательно. И для реализации data-driven execution у нас есть условный переход. Условный… Ну да, условный переход. Переход. А это все было тогда. Значит, еще раз. Что такое условный переход? Это мы проверяем некоторые свойства данных. И в зависимости от того, удовлетворяет оно нас или нет, мы внезапно вот эту последовательность вычисления команд меняем. Мы говорим, а теперь мы будем выполнять не эту команду, а вон ту. Или не вот эту команду, а вон ту. Поскольку они выполняются подряд, то переход вниз – это значит обход некоторого блока, а переход наверх – это значит повторение некоторого блока. Вот вам условный оператор, оператор цикла. Хотя, повторяю, вот в этом свойстве они неразличимы. Это такой цикл на один… Условный оператор – это такой цикл на один оборот. Все здесь присутствующие могут сделать условный оператор с помощью цикла вайла, я надеюсь. Ну вот. Об этом и речь. Более того, сюда же принято, вот здесь вот, принято включать понятие адреса, адрес, то есть наша линейная однородная память разбита на ячейки, ячейки нумеруются с нуля там до сколько есть, вот, например, у машины и неак, их было 20. Вот. Значит, ячейки нумеруются с нуля до сколько есть, и, собственно, ссылка на такую ячейку памяти – это просто ее номер, адрес. Значит, тут следует сделать два замечания. Замечание номер один. Фон Неймон никогда этих принципов вот в таком виде не высказывал. Команда под руководством фон Неймона выдала здоровенный документ, забыл, как он называется, относительно принципов организации автоматического вычисления чего-то где-то. Не помню точно. В котором все это было вот так вот мелким-мелким слоем размазанным по всему тексту от начала до конца. Вот. Поэтому вот такую формализацию сделали уже существенно потом, но поскольку фон Неймон был первым, и он действительно, его группа проделала очень большую работу, все это в честь него и нас. Это утверждение номер раз. Утверждение номер два – это ответ на мой вопрос. Очевидно же, что вот это вот решение – это очень частное решение вот этой вот задачи. Мы можем себе вообразить, например, аппаратную реализацию теории вычисленных функций. Лисп-машину, над которым Ричард Столбан работал в 70-е годы, в 70-е, которая, в принципе, будет организована не так. Она будет алгоритмически полная. Это будет железяка. Но эта алгоритмически полная железяка не будет иметь даже ячейк памяти в привычном нам, уж не говоря про однородность, в привычном нам виде. Или выполнение операций, определяемых свойствами данных. Мы же можем придумать вот что. А давайте мы возьмем и раскрасим все наши операции в разные цвета. Ну, для простоты в два цвета. Черненький и беленький. И введем такой флажок. Если флажок стоит в единицу, мы выполняем только черненькие операции, а беленькие проскакивают. А если он стоит в нолик, мы выполняем только беленькие операции, а черненькие проскакивают. Это же будет аналог условного оператора. Но, тем не менее, никаких переходов, никакого изменения порядка выполнения как такового не будет. Мы будем просто проскакивать и не выполнять. Как вы понимаете, на аппаратном уровне в некоторых случаях вот такое условное выполнение эффективно реализовать довольно быстро. Про эффективную реализацию мы будем еще разговаривать в этом курсе, потому что MIPS – это вообще про эффективность. То есть, смотрите, вот эти принципы, которые обнародовала команда фон Неймена, они были скорее ресерческие, чем описательные. Компьютер с точки зрения фон Неймена можно было реализовать вот так. И потом все кинулись его реализовать вот так. Еще несколько десятков лет реализовывали ровно так. С некоторыми небольшими изменениями. В частности, очень много из этих принципов, которые были высказаны командой фон Неймена, диктовались тем, что фон Неймен работал элементной базой. Что во времена фон Неймена элементная база подсталотовой лампы, транзисторов тогда еще не было, а то и контактные схемы. Понятное дело, что думать о какой-то хитрой логике, о какой-то хитрой референции к ячейкам нашим данным или командам за исключением, собственно, нумерации было тяжело. Теперь, относительно двоичного кодирования. Какое самое эффективное кодирование? Кто помнит? Еричное. Яичное, да. То есть наиболее эффективной с точки зрения оптимальности кода считается система исчисления с основанием Е. Реализовать такое электронное довольно тяжело. Но, как вы помните, число Е, оно, в общем, существенно ближе к трем, чем к двум. Поэтому троичная система исчисления эффективнее, чем двоичная. Почему здесь написано двоичная? Да потому что с точки зрения элементной базы гораздо проще было есть сигнал единица, нет сигнала ноль, двоичная система исчисления, всем хорошо. А троичная это уже надо вот, кстати, кстати, присутствующий здесь Томмилен, кажется, участвовал в разработке ВМ, в которой была троичная система исчисления, ноль единицы минус единицы. Боюсь соврать, может быть и нет. Вот Бессман точно делал. Вас. Ну так вот этот самый ениак был десятичный. Вот. Ну в ениаке, как вы помните, этих принципов, в общем, до конца не было. Да. Ениак вообще был, собственно, по большому счету, почти что калькулярный. Вот. Окей. Значит, это. Да, но там были еще... Ммм, как интересно. Ну ладно. Короче, мой ноутбук уже 20 минут не держит. А, о, проснулся. Не держит. Он просто заснул. Так. А, ну вот, собственно, мы вот этот проект поговорили. Окей. Еще 20 минут, и дальше мы будем говорить уже про ману. Да. Про это мы тоже поговорили. Про то, что архитурный фон имман это такой исторический казус, обусловленный. Да. Значит, прошу это иметь в виду в течение всего курса, в особенности, если бы это был курс архитуры и вем языка Семнер большой, мы бы постоянно встречались с такими ситуациями, что у нас есть задача, которую нужно реализовать, изваять в железе, да, отлить, как там, отлить в камни, да, забыл уже. Да, отлить в граните, отлить в граните, спасибо. Вот. Изваять в железе. Мы эту задачу решаем, используя современный нам, элементную базу, современное нам железо, а потом еще 20 или 30 лет активно ее воспроизводим, хотя уже давным-давно можно было сделать эффективнее, удобнее и так далее. Вот. Вот с этим будем встречаться сплошь и рядом. Ну, то есть, смотрите, вот тот самый курс, который считается прямо перед нашим, который называется «История вычислительной техники», он изобилует примерами вот этой прекрасной тройки. А именно, ну, аппетит, как известно, растет во время еды, да, у нас появилась возможность вычислять быстрее, чем делает этот человек с помощью электронных устройств, немедленно мы захотели сделать так, чтобы эти вычисления были автоматическими. Сделаем. Дальше, на самом деле, я забыл, у этого самого, у, как его фамилия, господи, у фон Неймена был еще один принцип, который мы просто забыли, это ввод-вывод. Фон Неймен, причем, разделял устройство ввода-вывода данных и устройство хранения данных. И, в общем, понятно, почему. Потому что вывод данных это такое, ну, то, что выводится, не представлялось возможным обратно ввести. Ну, типа, вот, напечатать его куда-нибудь и в таком виде, да. Значит, вот вывод и хранение. Вот. Ну, мы с вами, конечно, понимаем, что по большому счету это одно и то же, да, какая разница, какие внешние устройства у нас работает с машиной. Но, тем не менее. Вот вывод. То есть, все вот это еще нужно довести до сведения человека или у человека, наоборот, забрать эту информацию. Вот. Да. Значит, появление новой задачи. Ну, например, смотрите. Тут я немножко ударюсь в пересказ первых, там, четырех, что ли, и чуть больше, может, пяти пар вот этого курса, которые стерва ВМ. Помните, как было? Вот мы изучаем машину, скажем, трехадресную, для удобства. Вот. И все у нас хорошо. У нас в команде есть три поля для адреса. Мы говорим, что команда сложения выглядит так. Ну, допустим, да, сложение 0,1, дальше адрес первый, там, 0,0,0, сколько там, трипом числа было, да? 0,0,0,2, 0,0,0,3. И это означает, извините, и это означает сложить ячейку по адресу 1, с ячейкой по адресу 2, и положить это все в ячейку по адресу 1. Отличная система команд, правда же? И дальше вот на этом все строится. Почему вообще эти люди придумали что-то под названием регистр? Зачем оно? Зачем оно, если у нас уже есть вот такое? Правильно. Согласитесь, что утверждение, чтобы оно было быстрее, никакого отношения к теоретической вычислимости не имеет вообще. В чем фишка? Фишка стоит в том, что отродясь и до сегодняшнего дня существует разделение на быструю, но дорогую, в том числе с точки зрения энергоснабжения дорогую, и медленную, но дешевую память. И мы, говоря о том, что у нас есть электронно-вычислительная машина, внезапно попадаем в жесткие условия, когда у нас нету просто работы с данными. Нам недостаточно просто хранить их и просто ссылаться. Мы хотим, чтобы наши вычисления были быстрее и дешевле, дешевле с точки зрения потребления энергии. Для этой цели мы вводим быструю память и медленную, и быстрой памяти у нас мало, а медленной много. И быстрая память это у нас регистры, а медленная память это у нас, собственно, внешнее устройство под названием АЗУ. Да, совершенно справедливо. Мораль. Вот вам частное решение общей задачи в таких условиях, которые, кстати, до сих пор пока что существуют, пока не изобрели вот эти самые квантовые компьютеры, которые до сих пор нам, как бы, перед нами стоит, что хранение данных, хранение происходит в некоторой памяти, которая ощущается как внешняя, в оперативно-запоминающем устройстве, обработка желательно должна идти на регистр. Такая штука. Теперь относительно адресности. Вот на первом курсе проходят трехадресные машины, двухадресные, одноадресные, безадресные, где только стерпы, больше ничего, а также машины с переменным размером команды. Помните такое все? Внимание, вопрос. А зачем нам вообще отказываться от трехадресного представления, когда тут все очень просто? Первый параметр, в смысле первый оперант, второй оперант, третий. Источник, источник, приемник. Зачем нам двухадресная архитектура? Что? Нет. Она просто меньше места занимает. Проблема состоит в том, что реальные адреса они не такие. Да, реальный адрес, ну, как скажем, у вас 64-разрядная архитектура, реальный адрес занимает, извините, 64 разряда. Если мы будем прямо так все это делать, у нас машинное слово будет вот такое. Еще одно условие, которое уже проистекает из тех условий, которые мы на себя наложили, а именно, что у нас память линейная, однородная, адресуемая. Тот факт, что у нас линейная, однородная, адресуемая память означает, что у нас адрес должен быть такого размера, сколько у нас ячейк памяти. Из этого у нас проистекает такая фигня, что этот адрес, если его запихивать в одно машинное слово, то машинное слово будет немыслимой длины. Из этого у нас проистекает такая фигня, что мы должны как-то с этим делом юлить. Например, мы должны уменьшать машинное слово за счет того, что у него будет меньше команд, потому что, как правило, при организации вычислений три операнда не нужно. когда вы берете, превращаете какую-нибудь формулу, арифметическую, ну не знаю, там, три плюс восемь умножить на четыре минус один, вот такую какую-нибудь, да, превращаете ее в последовательность команд машинных, то у вас почти никогда не бывает ситуации, когда вам нужно иметь три операнда. Чаще всего их нужно два. Ну есть некий аккумулятор, в который вы все складываете. Сначала вы вкладываете сюда восемь, потом умножаете его, домножаете его на четыре, потом вычитаете из него единичку и потом прибавляете к нему тройку. Понимаете? Вот все эти операции не требуют третьего операнда. Да? Положить восемь, один оперант, ну два, восемь, и куда положить? Умножить на четыре, два операнда, что умножить и на сколько умножить? Вычесть из них. Поэтому давайте мы сделаем двухадресную архитектуру. Кто помнит, какая главная засада в двухадресной архитектуре? Что появляется такого в двухадресной системе команд, чего в трехадресной просто нет? Вау. Нет. Операция условного перехода, которую мы тут для себя изобрели вот в этой легосе, где она тут? Вот. Вот здесь вот. Внезапно становится неатомарно. Вот когда у нас трехадресная архитектура, мы можем сказать так, сравнить это с этим, перейти туда. Когда у нас двухадресная архитектура, у нас отдельно сравнить и отдельно перейти. И внезапно появляется такая штука, как флаги, которые в трехадресной архитектуре могут быть вообще недоступны. В архитектуре MIPS флаги арифметически недоступны вообще. Они не нужны. Она трехадресная. Не надо вот этим заморачиваться. Вот. В двухадресной архитектуре вы внезапно должны иметь доступ к тому месту в процессоре, в котором хранится результат сравнения. Мы сначала сравним, а потом на основании вот того, что мы сделали, в другом месте перейдем. Вот вам еще ситуация. Мы решаем практическую задачу эффективизации кода, а понятно, что чем у нас короче код, тем быстрее он выполняется, тем самым создавая себе еще проблему. Вот. Это что? Это у нас был разговор про... Практически? Да. Таким образом, у нас получается такая штука, что время диктует новые задачи. Технологии, доступными средствами эти задачи решают. Возможно, для этого изобретаются какие-то новые на шаг вперед, тем самым вот время, диктующее новые задачи, на шаг вперед продвигает имеющиеся технологии. И в таком виде это потом на десятилетия застывает. Вот так развивается учредительный техник. Вот. Поэтому если мы с вами думаем, что вот то, что перед нами сейчас, вот тот IBM PC, который перед нами стоит, это последнее слово техники и все должно быть только так или еще сложнее, то мы не правы. На самом деле все может быть вообще сделано по-другому, да? А как, я не знаю. Я не знаю как, потому что, ну, потому что меня так же, как и вас, учили, что вот это вот канон. Вот. Ну ладно, это к слову. И более того, вот мы с вами будем разбираться с процессором NIPs, там тоже вот этой канонизации довольно много. Вот. Так, так, я это сказал, я это сказал. Ну чего, давайте двинемся дальше. Значит, теперь относительно, теперь, видимо, я все-таки сажусь за пульт и вам покажу кое-чего. Значит, еще один кусочек, который я пропущу относительно того, что происходит в начале, в начале второго семестра, это работа, собственно, с учебными машинами, которые, уэм чего-то там. Потому что с учебными машинами, если вы помните, работают в кодах. Да? Вы пишите прямо вот шестеричный, я писал восьмеричный, код операции, вот, вот как здесь, да? Код операции, адрес 1, адрес 2, адрес 3. Что? Вот. Зачем нужен язык ассемблера? Почему бы нам не продолжать работать в кодах и все бы было хорошо? Язык ассемблера нужен для трех вещей. Первое. Когда вы берете и запускаете программу, пишете программу в кодах, на самом деле это такое немножко издевательство над людьми, вот, потому что сейчас, вот эта вот программа на языке ассемблера, а вот это, вот это ее результат в кодах. Если посмотреть на вот эту колоночку код, вы увидите последовательность ячеек в памяти, которые, собственно, содержат нашу программу. Даже будучи высоким профессионалом и очень крутым программистам на ассемблере, глядя вот на это, очень тяжело себе представить, что же на самом деле эта программа делает. Главный достоинство ассемблера это мнемоничность. Да, вот здесь гораздо лучше написано, что она программа делает. Вот. Вторая очень важная причина, тут в примере ее нету, но мы с этим еще с этим еще встретимся. Это превращение вот этой референтной системы, системы ссылок на объекты или ссылок на код из чисел в символы. Смотрите, вот когда вы пишете в машинных кодах и хотите вставить одну команду в середину программы, у вас едут все переходы, которые идут ниже этой команды, у вас изменяется адрес того, куда произойдет переход. Настолько, насколько вы вставили на размер одной команды. Вот. Пеняйте местами две ячейки памяти везде в коде, вы должны поменять эти адреса. Второе свойство ассемблера состоит в том, что все такие адреса у вас, это не они, вот эти А, Б, они мнемофицированы. Короче говоря, введен дополнительный уровень космоса. Вместо адреса вы используете какие-то эти имена, эти имена превращаются в адреса, и в тот момент, когда они превращаются в адреса, в момент ассемблирования, тогда-то только и вычисляются реальные адрес того места, куда вы переходите, или того места и памяти, из которого вы берете данные. Это, пожалуй, чуть ли не главная идея ассемблера, потому что без этого программировать ужасно. Следующая идея, ради которой существует ассемблер, это, конечно, удобное представление тех данных, с которыми вы работаете. То есть, строка в ассемблере видят как строка, число выглядит как число, число с в плавающем представлении. Короче, модель вещественного числа выглядит как вещественное число, а не как черт знает что. Вот. В этом самом, в нашем эмуляторе есть прекрасная штука, называется floating... не попал. Называется floating points of presentation. Вот число, которое вы пишете в ассемблере, выглядит вот так вот, скажем. Вот. А в действительности оно выглядит вот так вот. Это в двоичном виде, а в шестеричном вот так вот. Пойди пойми, что вот это 124 тысячи, тысячи, пятьсот, пятьсот, что там, пять тысяч, сто семьдесят тысяч. Вот. Никак. Никакими силами это узнать невозможно. Вот. Короче говоря, там, где существует однозначное преобразование из нечитаемого формата в читаемый, ассемблер вам предоставляет читаемый формат. Ну и, естественно, последнее, оно же первое требование это однозначность порождаемого кода. То есть, когда вы написали программу, вы точно знаете, какие машинные инструкции будут, какие машины инструкции вы написали. Собственно, язык ассемблера отличается от других языков программирования ровно тем, что это фактически машинный код, только переведенный на нормальный, мнемонически понятный и вот, обладающий вот такими свойствами языка. Это, в свою очередь, означает, что, тут я выступаю в роли, значит, такого капитана очевидность, извините. Это, в свою очередь, означает, что, ну вот, например, вот эти вот люди, которые работали с машиной НЯК, про которую тут было рассказано, или, например, люди вроде меня, которые садились к машине СМ-4 или СМ-3, и, значит, там был такой пульт с тумблерами на два положения. Вот ты набираешь этими тумблерами на два положения двоичное число, положение вверх, лампочка горит, единичка, положение наоборот, положение вниз, лампочка горит, единичка, положение вверх, лампочка не горит, норит. Вот. И это у тебя адрес той команды, которую ты сейчас введешь. Нажимаешь педаль, набираешь следующий, это будет сама команда, которую ты сейчас введешь. Нажимаешь педаль. Вот. Значит, так вот, идея состоит в том, что все-таки та программа, которую мы видим перед собой, и тот бинарный код, ну, здесь в 70-м визе, который получается в результате, да, они, конечно, однозначно соответствуют друг другу, но взять и просто так начать выполнять вот это компьютер не может. Да? Нужно, собственно, операция ассемблирования, чтобы превратить одно в другое. Вот. Я почему это говорю? В нашем эмуляторе, в этом Марсе, тут это прям вот... Видите, да, тут в каждой строчке есть комментарий. Вот эта вот строчка, это псевдоинструкция, она состоит из двух инструкций. И вот одна инструкция вот такая раскладывается в две таких. Одна такая раскладывается в две таких. Вот. Может показаться, что выполняется прямо вот эта программа, но нет. Я же говорю, выступаю в роли капитана очевидца. Вот. Ну, еще несколько есть достоинств у использования языка ассендера для наших с вами целей. В частности, мы можем... Вот видите, вот в этой программе... Все-таки я сделаю погромче, ничего не видно же, да? Сейчас, секунду. О! Вот. Так виднее? Вот. Видите, здесь есть две две группы переменных. Вот эта и вот эта. И они располагаются в памяти в разных местах. Это специфика домашних заданий. Пока мы не изучили с вами системные вызовы для вывода и ввода, мы будем писать программы, которые будут перекладывать из памяти в память. Вот это место, откуда берутся данные, а это место, куда они кладутся. Ну, чисто формально, да? Мы же не изучили системного вызова, который выводит на стандартный вывод. Значит, надо же как-то отчитываться перед еджалем. К этому будет приписан специальный кусочек на ассамблере, который будет это все выводить, но у нас это не должно быть. Мы будем писать программу, которая перекладывает из памяти в память. Ну вот. Так вот, работа в машинных кодах по схеме, которую я описал, ввел адрес, нажал педаль, будет состоять в том, что для каждой команды я буду вводить этот адрес. Работа в ассамблере с языком ассамблера будет состоять в том, что там, где надо, этот адрес ввожу, а там, где не надо, например, вот здесь. А это, собственно, секция текста, то есть секция команд. Я эти данные не ввожу. Ассамблер сам знает, что подставить, где начинается секция команд в MIPS. Вот. Такие дела. В более сложных случаях, между прочим, может получиться бинарник сложной структуры, в котором, например, внутри указано, где какие команды лежат. Вот исполняемые форматы файлов, это то, что уже в третьем семестре изучается в курсе операционной системы. Исполняемые форматы файлов, там, тот же ELEF, например, содержат целых заголовок, множество заголовков, в которых описаны разные свойства ваших программ. Но мы с вами, конечно, будем работать вот с этим. Написал программу, скомпилировал ее, сассемблировал, получил кусочек кода. И чего-то где-то с памяти. Ну, не важно. Потом расскажу, как с этим пользоваться. Вот такие дела. Значит, теперь, собственно, немножко о самом этом эмуляторе. Значит, как я уже сказал, большую часть времени, до тех пор, пока мы не придумаем, как утилизовать настоящую железяку под названием Байкал-Т, мы будем пользоваться вот этим эмулятором. Его надо скачать и поставить. Написан он на Java. Соответственно, для того, чтобы он заработал достаточно наличия Java на вашей машине, больше ничего не нужно. Вот. Ссылочка имеется. В некоторых дистрибутивах он называется Mars. В некоторых дистрибутивах он просто есть. Скажем, у нас в Альте он просто есть. Вот. И вся наша работа, все наше исследование будет состоять в том, что мы будем писать в разделе редактора программы, потом их компилировать. И потом их выполнять. Выполнять можно пошагово, как в отладчике. Видите? Там вот кнопочка 1, пошаговая отладка. При этом обратите внимание, он внизу в разделе данные пишет... Ну, кстати, это тоже сделать бы погромче. Плохо видно. А, не делается. Да? Ну, ладно, не делается так не делается. Не делается так не делается. Бог с ним. Ну вот. Короче говоря, здесь, видите, когда происходит какая-то модификация регистра, мы сразу видим отмеченный регистр, с которым произошла модификация. Вы справа видите? А когда происходит какая-то модификация памяти, мы сразу видим, вот, отмеченное синеньким то место, где произошла модификация. Довольно удобная штука. Напоминает работу с визуальным отладчиком на настоящей железке. Но, в принципе, можно запустить ее от начала и до конца. Вот она проработает. Удивительное место это кнопочка назад. Мы можем отмотать выполнение в обратную сторону. Это же эмулятор, ему все равно. Да. И вообще перемотать на начало и снова запустить. Такие дела. Пока что из-за того, что у нас тут есть, нам, наверное, ничего больше не нужно знать, что вот здесь у нас редактор, здесь у нас сгенерированный код, справа у нас регистры. Когда мы будем решать более сложные задачи, тут еще есть движок скорости. А, да. Значит, вот эта документация, на которую я ссылаюсь в домашнем задании, вот эта документация, вот она. Она довольно большая и развесистая. Удобным образом доступна вот здесь вот по кнопочке документация. Тут есть прям вся система команд. Это обычные команды, а это так называемые псевдоинструкции. Мы про них тоже поговорим. Вот. То есть, мне для того, чтобы писать программы для Марса не понадобилось ничего, никаких зданий, ну, хорошо, зданий, наверное, я какие-то все-таки имел, никаких сведений, кроме тех, которые подчеркнул вот отсюда и вот отсюда. Вот. Ну, может быть, еще взглянуть на инструкцию, сейчас покажу. Вот сюда вот. Тут есть такой простецкий документик. Вот такой простецкий документик, в котором описаны какие-то кнопочки, можно нажимать. все то же самое, что я сейчас рассказал, только на английском языке со скриншотом. Вот. Что еще рассказать про этот самый Марс? Ну, про то, что в нем есть довольно много всяких прибамбасов, описывающих внутреннюю структуру компьютера. Вот. В частности, модель, функциональную модель альфметикологического устройства. Вот. Мы можем, допустим, сказать вот так. Что-что? От всего процессора целиком, да. Прошу прощения. Вот пошли сигналы. Вот сигнал пошел. По проводам. Во. Видите как? Скорость света очень низкая, да. Почему такая низкая скорость света у этого эмулятора, я не знаю, но это правда. очень низкая. Тут можно даже посмотреть, как оно идет. Некоторые из этих элементов, вот, вот он уже складывать сейчас будет. Ну, ладно, короче, медленно она идет. Вот. Или, например, среди внешних устройств есть всякие штуки интересные. Ну, короче, тут есть чем заняться для программирования. что еще интересно про этот марс рассказать такого. Он имитирует систему команд MIPs32 очень базовую. и, допустим, ну, к сегодняшнему занятию это еще не нужно, но уже к следующему занятию, когда мы будем разговаривать про систему команд, мы будем пользоваться учебником, который взят где-то с сайта LS+, по-моему, да? Вот. В общем, есть российские производители, которые давным-давно производят MIPs-подобные процессоры, у них есть очень хорошее описание системы команд, будем смотреть туда. Далеко не все, что там есть реализовано в Марсе, но нам это все и не нужно. Вот. Это, что касаемо Марса. А, я забыл, когда говорил про ассемблер, я забыл про всякие удобства для программистов, что есть макрокоманды, что есть возможность сформировать библиотеку и потом ее подключать при сборке программы. Я вообще, кстати, кто знает, откуда произошло слово ассемблер? Почему он ассемблер? Он собиральщик чего? Ассемблер – это как бы конструировать, собирать из частей. Вот. Я сильно подозреваю, что люди, которые изобрели ассемблер, были в первую очередь восхищены своей собственной гениальной идеей, что программу не обязательно компилировать от начала до конца всю, что можно ее раскидать по файлам, некоторые из них заранее скомпилировать, назвать их библиотеками, а потом из этого собирать один большой бинарный код. Вот. И поэтому программа ассемблер называется ассемблер. Это первая версия. А вторая версия состоит в том, что ассемблер – двухпроходная программа, она сначала проходит по всему исходному коду, определяя те места, где у нас есть метки и выясняя, какие потом будут адреса. Потом генерит код, в который будет вставлять собранные по всей программе эти самые адреса, уже превращенные в абсолютное значение. Вот этот сбор информации, а потом его вставление, может быть, за это он называется ассемблер, я не знаю. Такое дело. Хорошо. Значит, мне кажется, что на сегодня я даже рассказал все, что хотел. Имеет ли смысл… Давайте посмотрим, что у нас в планах. Имеет ли смысл немножко поговорить про MIPS? Ну, время у нас еще есть, да? Да? Давайте вот что сделаем. Давайте мы сделаем сейчас небольшую паузу и я попробую поспрашивать у зала. Значит, чего из того, что я рассказал, на какие вещи, на которые я ссылался, были реально непонятны? То есть, про что, может быть, имеет смысл поговорить поглубже? Смотрите, мы не будем с вами разговаривать про то, что такое система команд. Мы будем уже изучать систему команд. Мы не будем с вами разговаривать про то, что такое адресация, про то, что такое операнды, и так далее. Мы будем это уже изучать. Поэтому, если вдруг есть какая-то недосказанность, что-то такое из первого курса у вас из памяти выветрилось, давайте попробуем это вветрить обратно прямо сейчас. Или всем все более-менее понятно было? Окей, если было понятно, тогда давайте немножко поговорим про MIPS, просто потому, что у нас есть на это время, и тем самым мы себе обеспечим чуть больше объема для практики. Значит, MIPS это реализация архитектуры, которая называется риск. И это, кстати, тоже то, о чем мы не будем разговаривать в этом курсе, и о чем мы должны были бы разговаривать в курсе архитектуры ВМ и языка СМ. Вот те самые модельные учебные машины, в которых 20, что ли, всего кодов операций или там 30, ну, короче, очень мало кодов операций, но что нам нужно? Сложение, вычитание, ну, корее, арифметическая операция есть, побитва операции есть, переходы есть, вызов под программы, что еще нужно? Больше ничего не нужно. Так вот, вот этот принцип, который я тут несколько раз поразглашал, что ставится задача, а потом делается ее частное решение, вот, да, говорит нам о следующем. А вот у нас есть, допустим, задача, ну, не знаю, там, умножать числа. Вообще говоря, умножение не делается за совсем уж линейное время, да, умножение делается за, там, я не помню, сколько, 27 команд, ну, если 32 разряд, не помню. Вот. То есть, нужно ли нам аппаратно реализовывать умножение, если оно медленнее? Или, наоборот, не нужно нам аппаратно реализовывать умножение, пускай программисты сами реализуют умножение так быстро, как они хотят, и с такими числами, с которыми они хотят. И на этот вопрос есть ровно два ответа. Медленные команды надо реализовывать, потому что все задолбаются реализовывать умножение, а тем более реализовывать деление. А алгоритм деления довольно непростая штука. Если нам хватит времени, мы его посмотрим. И второй ответ, нет, не надо реализовывать, потому что люди привыкнут использовать тяжелые команды, вот реально тяжелые, которые в действительности занимают там не один такт процессора, а сто пятьсот такт процессора. И в результате будет писать неэффективный комплекс. Вопрос, мы хотим достигнуть эффективности или не хотим. И на основании этого где-то в 80-е годы произошел водораздел. Сначала развитие вышелительной техники шло по пути усложнения всего этого безобразия и добавлялись всякие интересные команды. Вот, например, мало кто знает, меня это впечатлило, в ассемблере X86 есть так называемые строковые команды. Вы не подумайте, что эта команда работает со строками. Нет. Это команды, которые автоматически работают с памятью. Они делают сразу много дел. Они берут, вычисляют архитическую операцию с двумя ячейками памяти, при этом еще увеличивают или уменьшают индексный регистр на единичку, и при этом еще что-то делают. И выставляют флаг. А к этой команды работа с памятью строковой можно еще предписать множитель, в котором будет написано проделай это столько раз, сколько содержится, какое число содержится в регистре кажется CX. И это всего будет одна команда такая. Вот. А еще можно эту команду сказать делай это столько раз, какое число содержится в регистре CX, но если по ходу у тебя при вычислении получится ноль, то прекрати. И все это одна команда такая. Вот. Предполагается, что это часто встречающиеся паттерны при программировании. Сделать что-то там, выполнять циклически что-то до нуля. И когда все это придумывали, эти строковые команды, придумывали их именно так. Впоследствии оказалось, что, может быть, это и часто встречающиеся паттерны программирования действительно, но в реальной жизни на процессоре это работает адски медленно. Потому что нужно напрягать много разных кусков одновременно. И, в общем, это та самая тяжелая команда, которую хотелось бы избежать. Кто-то мне говорил, что какая-то очень популярная команда, вот чуть ли не эти команды никогда не используются в генерации кода, скажем, на C. То есть если вы скомпинируете программу на C, вы не увидите там строковых команд, потому что они на самом деле медленны. Могу соврать. Но вот что-то в этом есть. Короче говоря, в какой-то момент, когда вот это усложнение системы команд достигло какого-то критического значения, пришли умные люди и сказали, а давайте сделаем наоборот. Давайте мы в нашем компьютере оставим только очень простые команды, которые быстро выполняются. Реально быстро. Прямо сопроводив каждую команду количеством тактов, которые потребны на ее выполнение. чтобы программисты, когда программируют, могли просто посчитать, да, насколько эффективный код они пишут. Соответственно, одна сложная команда при этом будет превращаться в много простых. Ну и хорошо. В конце концов, ассемблер нужен не для того, чтобы на нем писать огромный проект. Ассемблер нужен для того, чтобы на нем писать маленькие эффективные куски или чтобы в него компилировать из компиляторов. Ну тогда пускай разработчики компиляторов и заморачиваются, чтобы вот эти вот большие куски кода, а в случае, если наши команды маленькие, в смысле быстренькие, то понятно, что сложные операции будут разморачиваться в большие куски кода, чтобы эти большие куски кода работали эффективно. Так появилась идеология риск, Reduced Instruction Sent Computers, в которой эта идея поначалу была доведена просто до абсурда, потому что, например, в ранних МИПСах не было даже команды умножения, ровно из этих соображений, что команда умножения в 27 раз медленнее, чем команда сложения. Не надо ее реализовать, не надо, пускай программисты сами умножают. Возникает вопрос, а как же тогда обеспечить, в принципе, эффективность работы? Понятное дело, что мы можем, например, вот про те самые строковые команды, про которые я сейчас рассказываю, мы можем же как-то так извратиться, как-то так спаять наш процессор, чтобы эта строковая команда работала реально быстрее, чем если бы мы написали ту же программу на Assembly. Можно, наверное, так сделать, чтобы за счет экономии не пересылать куда какие-то данные, одновременно увеличивать здесь и одновременно читать оттуда, ну что-нибудь такое. Наверное, это тоже была идея, когда делали CISC, комплекс инструмента компьютера. Комплекс, комплекс, комплекс. Как же тогда обеспечивать эффективность, если все команды очень маленькие? Ответ простой. А давайте посмотрим на саму команду и выясним, что практически любая команда состоит из нескольких частей, которые в сущности можно делать параллельно. Ну, смотрите, мы читаем команду из памяти вот отсюда, потом декодируем ее, ищем в ней код операции, операнды ищем. Потом внезапно выясняется, что некоторые из этих операндов это адреса из памяти. Поэтому мы опять лезем в память, вынимаем оттуда операнды. Наконец, у нас все готово. Тогда мы, собственно, выполняем эту команду, скажем, складываем. Сложили. Теперь выясняется, что нам нужно положить в память. Мы опять лезем в память и кладем. Дальше нам что нужно сделать? Дальше нам нужно определить адрес следующей команды. Это отдельная операция, мы определяем адрес следующей команды. Только после этого мы считываем очередную команду и дальше все по-новому. То есть в действительности цикл выполнения одной инструкции вашего процессора состоит из многих частей. И в зависимости от того, как мы организуем вот это, насколько можем запараллелить вот эти операции, в зависимости от этого как раз и будет у нас достигаться эффективность их выполнения. Если мы сможем сделать так, что у нас, грубо говоря, вот эти пять шагов выполняются все одновременно, первая команда, вернее, не так, вот у нас какая-то текущая команда уже раскладывает все куда надо, предыдущая команда только вычисляется, предыдущая команда интерпретируется, предыдущая команда, значит, считывается, а адрес еще более предыдущей, вернее, следующая команда еще только вычисляется. Как это? Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, четвертая мерещится. Так вот, значит, если мы можем так организовать наше вычисление, то, наверное, это будет эффективно. И самое главное, при условии того, что все вот эти самые команды, которые при этом так эффективно конвейеризируются, они сами по себе эффективны, то мы достигнем довольно высокой плотности выполнения и все будет хорошо. Вот в этом была идея, собственно, уже не просто риск компьютеров, а компьютеров, которые предложил, кто там у нас, Паттерсон со товарища, да, которые, собственно, назывались MIPS, не знаю, как это расшифровывать. Вот идея конвейеризации и идея использования риск набора, который максимально эффективен, как раз в MIPS-процессоре она победила. Вот. Где-то в 80-е годы все это произошло, сейчас врать не буду точно, можно пойти на сайтик смотреть. Кстати, все равно пора на сайтик сходить. Сайтик. Вот. Теперь слово MIPS надо искать. Есть. 81-й год. То есть это довольно давняя идея. Дожила до сегодняшних дней, обратите внимание. Дальше они разошлись, появилась арктура ARM, в которой идея эффективных команд была доведена до абсурда в другую сторону. Если какое-то действие может быть реализовано эффективно аппаратно, оно должно быть реализовано эффективно аппаратно. Решили конструкторы ARM и наводили туда самых удивительных команд. В частности, вот помните, я говорил про условное выполнение. Это свойство ARM. В ARM так устроена выборка из памяти, что условное невыполнение команд работает очень быстро. В НИПСе продолжали держаться свои линии, что не надо усложнять, надо упрощать. И на этом основании даже казалось, что там где-то в начале нулевых, что, в общем, они рынок захватывают. Выпускались компьютеры, как бы целые большие на основе НИПСа. Понятное дело, что еще энергопотребление довольно низкое у такого рода процессоров. Но, в общем, дело, так сказать, у них спорилось. Суперкомпьютер на базе МИКС делали всякий. Вот. Это какой год? 90. Да? Не нулевые, 90. Вот. О! Узнаете картинку? Мы ее только что видели сегодня. Ну, почти. Там, да, там есть разные варианты. Вот. Но, к сожалению, последние два десятилетия… О! Это система команды, кстати. Система команд НИПС настолько понятна, что ее можно просто опубликовать в Википедии, прочесть и все понять. Понимаете? Вот. Это очень круто. Что? Правильно. То есть, нет, неправильно. Вот. Значит… Байкал Electronics, Байкал-Т1. Эмуляторы в Марс. Вот. Значит, что я хотел… А! Про историю МИПС. И где-то как раз в середине нулевых стала нам оригинализироваться эта архитектура. Именно в силу того, что сверхсложные системы наподобие того же Intel или, собственно, именно Intel, ну и AMD до кучи, начали вытеснять за счет… Знаете, чего? Ну, как устроен современный Intel-процессор в черне? Кто знает? Это чисто микропрограммное устройство. Та система команд, которая предоставляет нам Intel, ничего общего не имеет с теми командами, которые в действительности у ей внутри выполняются. Злые языки говорят, что у ей внутри ядро на базе риск архитектуры. А все вот эти программы, все вот эти командочки, которые мы выдаем, компилируются туда, на лету, в эту самую риск код, и там как-то выполняются. Походу еще очень сильно оптимизируются. Вот. То есть фактически компания Intel и в свое время компания IBM, которая выпускает PC, personal computer, весь свой бизнес сделала на оголтелом и, как это сказать, неотменимом стремлении поддерживать legacy, чтобы все время, все, что вот там много лет назад работало, продолжало работать. И, да, нет, так я про это и говорил, что это оказался бизнес-эффективный подход, да, что вот люди, которые хотели сделать бизнес на своих гениальных, да, часто сложно инженерно поддерживать такую штуку, просто практически невозможно, вот. Особенно все эти современные уязвимости в процессорах такого толка, они, значит, говорят нам ровно об этом, что это такая сложная хреновина, которую уже никто не понимает до конца никогда. Внимание, да, вот я это озвучу. Внутри процессора Intel, процессора внутри Intel, здесь своя операционная система, которая сделана на базе исходного кода операционной системы Minix, имени, значит, нашего Тенненбаума Великого, вот. Про это мы разговаривать не будем, нет, это я, у меня просто осталось немножко свободного времени, я про это говорю. Вот, значит, на сегодняшний день ситуация с Minix следующая. Как я уже говорил, есть китайцы, которые делают свою собственную китайскую аппаратную платформу под названием Lungsan, вот, и, который сделан на базе Minix 64, это 64-разрядный стандарт на Minix. Вот, достаточно продвинутый, и я, у меня этот компьютер стоит на рабочем столе, я на нем работал, он, в общем, по скорости сопоставим современными, не самым, не самым медленным настольным компьютером, то есть, ну, как бы круче, чем офисник, благостроитель. Вот, причем он вполне себе Minix, то есть, они вот не так давно полностью стали официально поддерживать этот самый Minix, вот, то есть, раньше они делали что-то Minix-подобное, дальше сами разбираются, теперь они совсем уходят. Вот, у нас есть Bycal-T, который, собственно, российский процессор, тоже Minix 32, и пока что будет Minix 32, вот, и у нас есть довольно много, в силу полной, в силу сильной открытости архитектуры Minix, у нас есть довольно много всяких специального назначения процессоров, которые тоже сделаны на базе Minix, просто про это никто не знает или не афиширует. По слухам, например, GSM-модуль этот Minix на базе Minix сделан, во всех телефонах, по слухам. То есть, в FPG-шку, да, да, ну, такой-то. Вот, прямо сейчас происходит жестокая конкуренция между Minix и, как уже было сказано в самом начале лекции, RISC-Five архитектурой, вот, причем ее RISC-Five выиграет, но когда выиграет, тогда мы на нее и перейдем. Вот, потому что RISC-Five – это полностью свободная спецификация, то есть это OpenHardWare в чистом виде, вот, потому что RISC-Five достаточно современный, делали ее, в общем, примерно те же самые люди, тот же Patterson, в частности, вот, к сожалению, к ней не написано такого красивого эмулятора, как Mars, вот, когда напишут, мы точно перейдем на RISC-Five, я это объясню. Такие дела. Вот, значит, домашнее задание – установить на свой компьютер пресловутый Mars, потому что уже со следующего раза, буквально со следующего раза, мы будем делать домашнее задание на EJAD. Да, видимо, со следующего раза уже будем. Вот. Те, кто не зарегистрировался на EJAD, а, у нас пока еще, ух, мамочки, я еще пока там конкурс не завел. Ну, значит, к следующему разу заведу. Вот. Вот. Значит, будет открыт контент соответствующий. Вот. Ну и, собственно, все. Вопросы. Да. Значит, смотрите, проверка программ будет проводиться точно так же, как всегда, потому что EJAD – это EJAD. Там есть спецификация входа, спецификация выхода. К нашим программам, которые поначалу будут перекладывать из памяти в память, будет просто приложен специальный футер, ну, хейлер, который будет считывать данные, раскладывать их в память за вас, а потом брать из памяти и выводить их тоже за вас. Вот. Главная проблема EJAD в другом. Программы будут очень простые, и никакой проверки копипаста проводиться не будет. Поначалу, по крайней мере. Да, большую часть программ будут настолько короткие, что, ну, бессмысленно программу из 20-ти строк на ассемблере проверять на копипасту. Вот. Если мне не изменяет память, в курсе второго семестра, под конец уже у меня дети писали такие большие программы, что там это имело смысл, но если мы с вами окажемся не менее крутыми, чем первокуры, то и мы тоже, в конце концов, будем писать программы, которые можно будет ставить. Вот. У нас времени только поменьше. Вот. А в остальном все то же самое, да. EJAD – это не повод для это повод для того, чтобы на эту программу можно было посмотреть. Да? Сначала добить, чтобы вы действительно решили задачу, а потом уже поговорить. Примерно так. Вот. Финальный отчет по этому курсу. Один раз я делал такой семестровый проект. В этот раз я не хочу делать семестровый проект. Я думаю, просто устроим экзамен. Ну, потому что нам есть о чем поговорить на экзамене, честно говоря. Вот такие дела. Еще вопросы? Значит, еще раз призываю, давайте приводите сюда своих товарищей. Я обещаю, что будет достаточно весело. Вот. Не менее весело, чем сегодня. Вот. Если все получится у нас хорошо, можно будет попробовать потом сделать из этого курса, собственно, большой курс для второго семестря. Вот. В этом случае у меня понадобится помощь, потому что это серьезный заман. Вот. Ну, и в следующий четверг у нас начинается питончик, где мы будем заниматься разработкой совместной на питоне. Вот. Ну, и, собственно, тогда все. Всем спасибо. Спасибо.